Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Вопрос о создании в Кирове службы эвакуации автомобилей вынесут на федеральный уровень. Займется этим депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина. Об этом она рассказала в эфире нашей радиостанции. На днях Бутина провела встречу с депутатами Кировской гордумы, где они высказали различные предложения по развитию города, решения которых невозможны без привлечения федеральной власти. Одно из предложений прозвучало от депутата Андрея Березина. Он отметил, что в федеральном законе есть ряд особенностей, которые нужно доработать, чтобы в Кирове могла быть организована своя служба эвакуации транспорта. Цитирую, это очень наболевшая тема здесь. Транспорта много, все улицы заставлены, и чистить город невозможно, сказала Бутина. И отметила, что решением проблемы начнет заниматься в ближайшее время. Экономика. Из захищения денег при ремонте колледжа в Кирове завезено уголовное дело, но оно связано с ремонтом крыши здания учебного учреждения. Во время прокурорской проверки вскрылось, что в документы внесены данные об использовании профнастила, имеющего иные технические характеристики и другую стоимость. При этом выполненные работы были приняты. Размер похищенных денег путем изменения сметной стоимости строительных материалов превысил 130 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статьям мошенничества и подделка документа. Расследование продолжается. В эфире «Экономика». Кировских школьников научат создавать беспилотники. Наша область одержала победу в федеральном конкурсе по развитию инженерного образования и вошла в число 37 регионов, которые в 2024 году получат финансирование. На эти деньги 17 школ регионов, в том числе в районах области, будут оснащены высокотехнологичным оборудованием, рассказал губернатор Александр Соколов в своем телеграм-канале. В школах откроются специализированные классы и кружки для занятий. В частности, школьников будут обучать одному из самых востребованных направлений – конструированию и управлению беспилотными авиасистемами. А центром практической подготовки специалистов объявлен Кировский авиационный техникум, отметил глава региона. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.